Добро пожаловать в мою творческую мастерскую! Сегодня я предлагаю вам отвлечься немного от светильников и испечь блины. Для изготовления таких блинов я взяла иранский фоамиран молочного цвета. Вырезаю круги диаметром 13,5 см. Но у вас может быть совсем другой размер, зависит от размера вашей шкатулки. Хочу вас предупредить, что кружочков потребуется много. Я сначала нарезала 30 штук, но мне в результате не хватило. И поэтому во время работы я дорезала еще штук 20. Для того, чтобы испечь блины с фоамирана, то есть придать ему фактуру, нам понадобится паяльник. У меня паяльник с регулировкой температуры выставлен на 400 градусов. И ставлю паяльником такие точки, прожигая где-то дырочки. Потому что какие блины без дырочек? Работа эта, конечно, кропотливая, требует много времени. Но не бойтесь, таких полностью запеченных блинчиков нам понадобится всего три. На верхнюю часть, на донышко и для декоративного оформления. У блинчиков обязательно нужно сделать тонкий край. Я это делаю тем же паяльником. Просто прохожусь по краю острием и вытягиваю пальцами. Следующим этапом придания реалистичности нашим блинчикам это тонирование. Тонирую я с помощью масляной пастели. Трех цветов. Желтые, оранжевые и коричневые. Смешиваю эти цвета. И получается вот такой довольно реалистичный блинчик. Обратную сторону нужно тоже протонировать. Но не обязательно делать это полностью. Достаточно протонировать только края. Как я и говорила, остальные кружочки не обязательно заполнять дырочками полностью. А делать это только по краю. Так как центральную часть мы будем вырезать. Саму шкатулку я сделала из картона. Высота шкатулки у меня получилась около 8 см. Вы же можете сделать высоту шкатулку и поменьше. Для этого, конечно, и потребуется блинчиков поменьше. Также из картона вырезаем круглая донышко для нашей шкатулки. У меня диаметром 10 см. С помощью клеевого пистолета приклеиваем полоску из картона к донышку. Изнутри шкатулку оклеиваю фоамираном, чтобы выглядело все аккуратно. Продолжение следует... Точно так же делаю крышечку. Также внутри ее оклеиваю фоамираном. На дно шкатулки приклеиваю целый блинчик. Из остальных блинчиков, которые затонированы только по краям, вырезаю серединку и подклеиваю их кольцом к целому блинчику. Таким образом собираю все блинчики в одну стопочку. Крышечки шкатулки приклеиваю к шкатулке. Крышечки шкатулки приклеиваем блинчики точно так же. Крышечки шкатулки приклеиваем блинчики точно так же. Крышечки шкатулки приклеиваем блинчики. Крышечки шкатулки приклеиваем булка. Крышечки шкатулки приклеиваем блинчик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Последний блинчик скручиваю в трубочку и фиксирую его клеем. Сверху блины можно украсить ягодками и листиками. Вот такая стопочка блинов у нас получилась. Всех вас поздравляю с масленицей! Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые мастер-классы и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok